Афанасьев Андрей Иванович, руководитель аналитического сайта «На распутье.ру», автор книги «Дети интернета. Антисемейный контент в социальных сетях. Проблема распространения и влияния на детей». Христос воскресе! Спасибо за приглашение. Мы довольно давно изучаем ту медиасреду, в которой живут современные дети. И могу сказать, что главная проблема современности в том, что дети и родители сейчас живут в двух абсолютно разных медиареальностях. И чем дальше, тем этот разрыв становится все сильнее. Современная интернет-среда создает уже много лет свою, абсолютно скрытую от большинства родителей, систему ценностей, убеждений и трендов, которая полностью скрыта от большинства родителей. Но при этом в детской и подростковой среде уже давно принято по умолчанию. Это на самом деле серьезная проблема. Я ее сейчас постарался структурировать. В книге она называется «Дети интернета. Что они смотрят и кто ими управляет». Она есть как в бумажном, так и в бесплатном электронном виде на сайте на распутье.ру. Про все, конечно, сегодня рассказать не получится, потому как тем и направлений по вылечению детей очень много. Я подготовил небольшой ролик, в котором хочу наглядно показать, так скажем, кусочек той второй альтернативной реальности, в которой живут современные дети. Все то, что касается темы распространения антисемейного контента. Я думаю, многим будет неприятно смотреть этот ролик. Многие вещи могут шокировать. Так что я заранее извиняюсь, но мы, как родители, должны понимать, в какой реальности живут современные дети. YouTube. Этот сервис почему-то многие из родителей до сих пор воспринимают как какую-то безопасную платформу. И дают детям платить планшет с YouTube чуть ли не с двух лет, не понимая, что на YouTube масса материалов, специально рассчитанных на самых маленьких детей, на которые по факту являются 18+. Например, на YouTube выстроена целая сеть из детских анимационных каналов, таких как Анимированные Истории. Основные темы на которых это пропаганда ЛГБТ, смены пола и ненависти к родителям. Причем это все каналы-миллионники, ролики которых YouTube постоянно выводит в тренды. А соответственно YouTube ставит ролики этих каналов в правый столбец, в раздел «Рекомендовано всем тем пользователям», которых он идентифицирует как детей и подростков. А дальше происходит вот что. Ребенок, видя такую яркую заставку, жмет на этот ролик, часто просто ради интереса. И с этого момента алгоритмы YouTube начинают ставить ролики этих каналов ему в раздел «Рекомендовано», откуда идет до 80% всех просмотров в два раза чаще. Еще раз ребенок посмотрит такой ролик, и они там будут у него постоянно. Таким образом YouTube сначала сам формирует интересы ребенка через раздел «Рекомендовано», а потом начинает предлагать ему ролики на основе его интересов, которые сам же и сформировал. То есть это замкнутый круг, и это общий принцип. Первый раз, попав на YouTube или соцсеть, ребенок сам деструктив не ищет. Деструктив его сам находит. А система родительского контроля не работает в соцсетях и на YouTube. Есть еще хуже примеры. Есть сеть вот таких каналов, рассчитанных уже на совсем маленьких. Посмотрите на заставку и скажите честно, вас смутит хоть что-то, если вы увидите, что ваш ребенок смотрит такой канал? Уверен, что нет. А вот такие там ролики. И если ребенок смотрит все это в наушниках, то невозможно заподозрить ничего плохого. Вы будете видеть только шевелящихся куколу. Еще пример. И это я бы сказал уже сверхмассовая субкультура у детей, основанная на приложении «Гача Лайф». Это приложение по созданию вот таких мультфильмов. Дети их снимают и заливают на YouTube. Только проблема в том, что основные темы там – это тема суицида, сатанизма и пропаганда ЛГБТ. YouTube не видит никаких проблем в наличии на своей площадке вот таких роликов, рассчитанных на самых маленьких зрителей. И наш Роскомнадзор, кстати, тоже не видит в этом проблемы. А теперь про соцсети. Сама по себе тема продвижения антисемейного контента в том же ВК стоит очень остро. Дело в том, что антисемейный контент, разрывающий связь детей и родителей, его в той или иной мере используют практически все деструктивные сообщества. Они разрывают связь детей и родителей, маргинализируют родителей для того, чтобы те не оторвали ребенка от их деструктивных групп. Поэтому такого контента, завернутого в разную оболочку, сейчас очень много. Но есть и примеры отдельных крупных антисемейных сетевых проектов. Вот мем «Я же мать» все, наверное, хоть раз слышали про него. Возможно, многие вспомнят, как несколько лет назад, буквально за пару месяцев, на пустом месте была создана ситуация, когда в наше общество под видом юмора через этот мем были массово брошены идеи child free и детоненавистничества. Буквально все городские школьные паблики в одночасье были завалены вот этими мерзкими историями. И это все не утихает до сих пор. Цель такого контента убедить детей и подростков в том, что рожают детей преимущественно тупые и ограниченные люди. То есть вот эта мысль, она вбивается в голову подростков уже много лет этими сообществами, миллионниками. И эти группы уже воспитали целое поколение. Самое интересное в этой истории то, что ведь этот мем, я же мать, он ведь был создан искусственно. Нам удалось добыть статистику самого первого и самого крупного сообщества я же мать. Оно стартовалось сразу с миллиона человек. И всего за 4 дня выросло до 4 миллионов. То есть это был явно чей-то заказ. Причем очень хорошо проплаченный. По факту эти группы надо расценивать, как чью-то очень эффективную антидемографическую диверсию. Ведь так в голове у детей создают ту самую параллельную реальность, в которой семья и дети это исключительное зло и проблемы. А так как обработка такой информации идет каждый день, то эта пропаганда быстро становится для подписчиков их убеждениями. Это очень хорошо всегда видно по комментариям в этих группах. Вот эти скрины из паблика ФОЧ. Паблика, насчитывающего более 6 миллионов подписчиков. В нем сейчас, наверное, каждый второй школьник. И такие картинки там давно считаются нормальным юмором, который не вызывает никакого осуждения у подписчиков. Потому что они уже давно обработаны таким контентом. И для них это уже норма. Это все группы-миллионники. А по факту это массовое расчеловечивание, поставленное на поток. Это технология воронок увлечения, похожая по своей сути на технологию оконавертона. Когда у человека последовательно снижают критическое восприятие каких-то недопустимых в обществе вещей. А точно так же и тут. Через юмор и систему групп разного уровня и меры деструктивности детей приучают смеяться над недопустимыми вещами. И такие псевдо-юмористические паблики, они служат сейчас верхним уровнем воронки и втягивают детей сразу во все направления деструктива. По поводу ЛГБТ-пропаганды. В ВК на сегодняшний день около 90 тысяч сообществ, занимающихся прямой ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних. В эту цифру входят многие молодежные субкультуры, полностью посвященные этой теме, про которые тоже мало кто из родителей знает, хотя они уже давно сверхмассовые. Особенно это касается аниме-темы и отдельных аниме-жанров. А на ТикТоке только по тегу ЛГБТ уже более 3,5 миллиардов просмотров. И эти цифры с каждым днем растут. Ситуация на самом деле чудовищная. Но для Роскомнадзора, опять же, тема ЛГБТ-пропаганды – это абсолютно табуированная тема. Он не удаляет и не закрывает такие группы и каналы ни при каких обстоятельствах. Еще одна серьезная проблема – это проблема массовой пропаганды абортов в большинстве крупнейших городских пабликах. А вот такие истории якобы из жизни сейчас распространяются тысячами вбросов с абсолютно одинаковыми постами по всем городским группам. А волонтеры каждую неделю фиксируют такие вбросы. А в этих историях якобы из жизни подписчиков убеждают на примерах в правильности абортов. И в каждом городе люди уверены, что эти истории от реальных людей, которые живут в их городе. Сообщество феминисток – это тоже крайне массовое и бурно растущее движение, объединяющее все ранее разобранное. Основные ценности современного феминизма – это права ЛГБТ, пропаганда абортов, продвижение ювенальной технологии, ненависть ко всему традиционному. И размах этой пропаганды такой, что только на одном ТикТоке по тегу «феминизм» уже более полутора миллиардов просмотров. И от сообществ феминисток идет еще движение child-free. То есть это идеология отказа от детей, только там речь на самом деле не про отказ от детей, а о формировании ненависти к детям. Ситуация на самом деле ужасная. Причем это я показал только одно направление – антисемейный контент, и то не полностью. Вот еще примеры открытых и массовых групп, которых большая часть участников – это несовершеннолетние. Это все открытые и действующие группы, на которые многие родители неоднократно писали жалобы. И в прокуратуре, и в Роскомнадзору, куда угодно, но результата нет. У нас очень сильно развиты такие субкультуры, как репепаста, то есть героизация маньяков и серийных убийц. Сейчас они новые герои. Вот недавно у нас везде рекламировался фильм «Джокер», где главный герой – психопат. То есть это психопат, убивающий всех подряд. Он даже убивает собственную мать в конце фильма. Но фильм построен так, что люди, воспитанные на таком контенте, ему сочувствуют. И для них он герой. Нет осуждения герою фильма, есть чувство сочувствия, сопереживания. Вы можете его понять теперь, после просмотра этого фильма? Однозначно, да. Это очень-очень красивый фильм. После расстрела в Казани за три дня группа фанатов «Ильназа» на ТикТоке набрала 436 тысяч лайков и 21 тысяч подписчиков, которые не просто оправдывали его, но делали из него героя. Это все результат многолетней политики расчеловечивания. К сожалению, у нас до сих пор нет ведомства, которое бы хоть как-то контролировало такие вещи и занималось защитой детей от опасного контента. Все эти явления растут, и сейчас ситуация гораздо хуже, чем была, скажем, еще пару лет назад. У нас есть 436 закон о защите детей от информации, способной причинить вред их здоровью развитию. Но он есть только на бумаге. А в медиа-интернет-среде он не работает от слова совсем. То есть это все открытые действующие группы. То есть они до сих пор, весь контент, который был показан, он не блокируется. То есть можно много говорить о воспитании, но реальность такова, что сейчас именно на таком контенте уже воспиталось целое поколение. И все эти тренды, они только усиливаются. Я, честно говоря, не знаю, что за будущее нас всех ждет. И что это будет за общество, выровшее на всем этом. Ведь человеческая личность, она формируется в детстве. И если в детстве в ребенка все это заложить, то это будет управлять им всю его жизнь. Современная интернет-реальность – это абсолютно другая среда, о которой большинство родителей не имеют никакого представления. И сейчас каждый родитель должен понимать, что если он отпускает ребенка в интернет, то эта среда формирует его по своему образу и подобию. Среднее время живого общения ребенка с родителем сейчас где-то полчаса в день. А среднее время пребывания ребенка в сети уже приближается к 7 часам. А детский мозг, он так устроен, что какой информации больше, та и лучше усваивается. Сейчас многие говорят о том, что нужно создавать позитивный контент. И он тогда якобы вытеснит весь деструктив. Но нет, к сожалению, не вытеснит. Сейчас любой позитивный контент тонет в море популярного и деструктивного. Вернее, его там топят. Причем, если вначале соцсети и другие медиаплощадки умышленно выводили в тренды деструктив и топили позитив, то теперь им это уже делать в принципе и не нужно. Ведь дети, воспитанные уже много лет на таком контенте, уже сами его выбирают. Если им, конечно, дается такой выбор, что в принципе редкость. Дети всегда повторяют и воспроизводят то, что популярно. Потому что им важно получать социальное одобрение. И если все топовые тренды соцсетей и ютуба вдруг станут позитивными, то они, конечно, будут их повторять, но только это утопия. То есть все интернет-площадки у нас иностранные. И пока ситуация такая, то никто не даст там никому ничего вывести позитивного в тренд. При этом современные дети погружены в этот мир постоянно и с головой. И многие родители этому еще, к сожалению, способствуют, приучая ребенка с детства, ну, приучая его к экранам, проще говоря. То есть сначала это мультики, потом планшет, потом телефон. То есть и все. И ребенок с раннего детства, приученный к постоянному медиапотреблению, он уже физически не может без этого. И он автоматически попадает вот в эту параллельную реальность, которая его и формирует. Нам часто присылают истории трагедий многих вполне благополучных семей, столкнувшихся вот со всеми с этими явлениями. И самое страшное, что на самом деле помочь им уже, как правило, нечем. Потому что все эти проблемы у их детей всплывают уже, как правило, в том возрасте, когда ребенок уже сформировался на таком контенте с раннего детства. То есть когда он уже готовая личность. И его уже не переделать. И эти явления, они сейчас происходят массово. Это на самом деле, по большому счету, катастрофа национального масштаба, которая уже случилась. Просто осознание ее масштабов придет немножко позже, когда будет уже слишком поздно. Нужно срочно менять ситуацию. Конечно, нужно менять информационное поле, но это, если и произойдет, то все мы понимаем, что, скорее всего, очень нескоро. А массовая обработка детей, она идет прямо сейчас. То есть и вот эту информацию нужно доводить до родителей, доводить до всех родителей всеми возможными способами. А чтобы они могли вовремя оградить своих детей от той токсичной интернет-среды, которая у нас сейчас есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ